я приветствую вас дорогие мои друзья сегодня видео посвящено диагностике я расскажу и покажу как делается диагностика как делаю ее я в принципе это видео можно взять как обучающее или как познавательное для тех кто все-таки решится ко мне прийти на диагностику диагностика проходит на колоде шри матрика физическая колода буквицы санскрита все они означают божественную проявленность есть опрокинутые есть прямые положения и мы немножечко сейчас поговорим об энергизации человека это специальная мандала специальная пола налога где вот эти вот входы это порталы и они скажем так охраняются охраняются божествами тут вот человеческая энергетика да мы помещаем сюда фотографию человека я помещаю и диагностирую его у меня даже есть второй ритуал который например ставит защиту со всех сторон света так вот в ведической традиции тоже на человека могут нападать с разных сторон с на воздействие да с разных сторон цвета назовем это так но в каком-то такому мистическом мире вот пола налога это такой параллельный мир который отображает энергетику человека у человека есть 8 лепестков мы будем их раскладывать на все стороны света север северо-запад восток северо-восток и так далее юг-юго-восток и так далее юг-запад соответственно мы их разложим и будем смотреть да я на примере покажу как она работает давайте все таки даже для примера будем входить в мандулу необходимо прочитать медитации и мантры для входа мандулу ганеша открывает все пути дороги и в принципе ганеша же и борется с несправедливостью поэтому тут ганеша как один из хранителей он стережет и мантру и мандул давайте пойдем в мандулу обязательно чтобы пустили чтобы дозволили до показать рассказать что что и как мы сейчас будем делать и так приступим он двора полипхионома двора полипхионома двора полипхионома я приветствую божеств я приветствую ганна пати сибхиридхи бьяннама бату каугракумарибьянама и поприветствуем божеств которые соответствуют лепесткам лотоса в мостёд тангабхайрава бракбибьянама умруру пхайрава махешварибьянама он chanda бхайрава калмари на моон крот хапхайрава вайшнавибьянама в манта бхаи рава парахи для на мо он капала бхайрава драни я нам а он хишан абхайрава чимунда бьян нам а он самхар абхайрава йогишвари бьян нам а мы поприветствовали божеств которые управляют сторонами матрицы всеми лепестками каждое божество отвечает за свою сторону света мужское начало это проявление как у шивы шакти это уже есть та самая энергия которая через шиву приходит поэтому например божество которая чан дабхайрава он она отвечает за открывание да за за суть каумари отвечает за проявленность этого на земле так вот я про негатив сейчас расскажу да как она работает когда буду раскладывать о чем речи и давайте божества центра мандалу поприветствуем он колоб хайрава калий бьян нам а что мы делаем дальше мы например чтобы для диагностики я посмотрел человека я обязательно мешаю колоду мешают переворачиваю выкладываю выкладываю центр и выкладываю по всем сторонам света у нас идет центр потом идет начинаем мы вот центра первый сектор второй сектор это у нас восток третий сектор юго-восток потом юг потом юго-запад потом запад потом у нас идет северо-восток идет север немножечко чтобы все таки было видно конечно север северо-восток ты был северо-восток там северо-запад был северо-восток мы выложили так вот в чем же что называется соль да о чем эта диагностика у человека есть момент в жизни когда гармония вокруг него на энергетическом плане она совершенно и он куда бы ни шел он идет делает результаты у него все получается в этой гармонии но есть момент что вот за каждый вот этот вот лепесток до отвечает божества и тот негатив который на человека воздействует может проявляться и пробиваться сюда все это по кармическим воздействием с бог знает об этом до что карма создана не самим богом а понятно что божеством но с его знанием познанием с его дозволение все это происходит божьего дозволения что происходит на энергетическом плане человека с любой стороны могут воздействовать на человека и эти божества которых я сейчас поприветствовал они на самом деле управляет негативом и если мы сейчас увидим где с какой стороны пробита до утрированно поле я покажу на примере то тому божеству мы и делаем ритуал в принципе центр это у нас духовная жизнь это у нас нирвана это на сансара здесь есть положительные магии и реальные деньги если в минус если в плюсе если в минусе то заблуждение мы переворачиваем а например идет у нас буквица огнем она у нас идет в опрокинутом положении в отрицательным огни здесь ослепляет путь дает беспокойство ярость психозы отчуждения все счастье огни здесь сгорает в прах сжигает в прах по центру сразу можно сказать что денег нету в минусе идут заблуждения значит тут точно надо делать ритуалы они точно пойдут и они точно должны быть второй сектор у нас это осетанга бхайрава и брахме отвечают восточный осетанга бхайрава и брахме отвечают за восточный сектор они управляют духами духами колдовства магической науки заклятия и так далее магическое процветание в плюсе это благоприятная магия минусе это негативная магия минусе по восточному центру осетанга бхайрава и брахме это порча проклятие гипноз и так далее то есть надо им делать ритуалы и просить их чтобы они закрыли до эту восточную дыру и гармонизировали вот вот этот вот весь скажем так лотос человека до его энергию на что идет тут ананда кали надо колени карты неопрокидываемая она может быть только в прямом положении она указывает силу путь успеху и реальное самосовершенствование это зависимость от матери вот было бы она опрокидываемая тут бы надо было работать когда она в прямом положении когда тут все хорошо тут можно сказать о том что ну по надо кали через мать тут приходит благоприятная энергия тут идет благоприятный гипноз к этот человек может контактировать сам с духами сам просить чтобы мы помогали здесь идет благоприятная магия тут ангелы архангела помогаю да если плавянской традиции говорить об этом в какой-то другой до ведической это скажем так благоприятные боги конфликта с духами нету проклятий нету сглаза и порчи нету по прямому положению все крысы и негодяй сами отваливаются от человека если тут в прямом положении карта юго-восточный регион юго-восточный регион это руб хайрава и махешвари о чем эти божества до чем и как они управляют они о первозданной природе они сами по себе огненные сами по себе они такого гранатово там бордового цвета не управляет естественными науками окружающим миром здоровьем исцелением покровительствует охотникам могут короче ну бедствие перекидывать на врагов и могут исцелять они контролируют территорию ну такие скажем так звериные тотемы да как славянской мифологии были звериные тотемы кому молились и эти боги управляют исцелением от бесплодия как мужчин так и женщин и здесь основные инстинкты они на семью заложены это в положительном варианте да если все-таки если в опрокинутом варианте сюда упадает карта то здесь есть звериные вспышки гнева похоти болезни тут всякие ассуры суры это благоприятные духи ассуры нет всякие витал и вампиры есть отрицательном положении разваливает семейная жизнь так как рубра бхайравы и махешвари покровительствует положительным семейным моментом и они также покровительствует медицине строительство реаль то что ну понятно что охота и рыболовство давайте посмотрим у нас тут притхи я вышла в опрокинутом положении она говорит об энергности пассивности грубости косности и мракобесии притхи в принципе тут прям прямой мракобесия по семье идет дальше смотрим за южный лепесток в энергетике человека отвечает у нас чанда бхайравы каумари о чем они говорят чанда бхайрава это мужское проявление каумари женская здесь все-таки мир битвы идет поле сражения войны полководцы в этом секторе стоят в положительном плане эти войны полководцы если прямая карта идет в прямом положении неопрокинутая значит человек сам побеждает если в отрицательном положении то его давит не такого ярко-красного цвета они спутники спутник смерти яма идет рядом положительном аспекте если здесь все хорошо по гармонии у человека то человек уничтожает соперников он побеждает врагов он такое благородное скажем так так нам с мечом придет тот погибнет от меча благородная защита идет здесь люди в прямом положении хорошего положительном аспекте должны мириться в отрицательном аспекте идет жадность ссора и жестокость чанда бхайрава и кумари они управляют духами воинов-героев здесь могут быть проклятые души предков и предателей то есть через южный лепесток могут проникнуть в поля человека те духи и надо просить чанда бхайрава и кумари чтобы они их убрали чтобы их победили чтобы не было угрозы проклятия от этих духов потому что здесь еще войны герои и предки если хорошие предки войны герои то они помогут если военные профессии есть то надо тоже просить чанда бхайрава и кумари помочь здесь у нас вышла рошана на опрокинутые о чем она говорит в опрокинутом положении все пресные не отличается гадости на вкус от реального вкуса то есть понятно что тут непонятно кто выиграет кто победит то есть им тоже надо делать дары чанда бхайрава и кумари за юго-западный сектор за лепесток отвечает у нас кротха бхайрава и вайшнави они дают нам свет и в то же время хорошую ярость тут эмоция такая ярость до отстоять себя нельзя говорить что это плохая эмоция потому что эта эмоция помогает нам кундалини энергию поднимать там буквально снизу поднимается вот это вот но тепло которое помогает нам бороться отставить свои права поэтому здесь может быть но такой благородный гнев отрицательном положении злоба негативные прямом положении это божественный свет они дают в опрокинутым тут прямо дища будет потому что свет который будет но все сжигать вот как огни у нас да здесь конечно злоба отжигать если в опрокинутом положении цвет белый у них они в принципе кратхапайрава и вайшнави они поджигают препятствия они страдания превращают в гармонию в отрицательном положении боль в наслаждении тут прям садомаза попахивает они могут заставить врагов страдать ведь они конечно же управляют садистами и маньяками и так далее его души такие заблудшие попадая давать поля и начинают мучить у нас это всякие лярвы и так далее подселенцы вот они проходят через юго-западный лепесток и нарушают баланс гармонизацию энергетики человека если идет все это отрицательном положении то тоже надо делать ритуалы кратхапайрава и вайшнави и эти препятствия прожигать они могут после ритуала до кверента избавить от таких сил зла от ярости от гнева от злобы и от других людей и естественно дать силы для успешного решения задач в отрицательном положении может быть заблуждение одержимостью злобой гнев тут демона гнева тут какие болезни могут быть по этому сектору это эпилепсия судороги если хорошее положение тут здесь благоприятная любовь могущество если бы в прокинутом было то помеха и страдания в принципе у нас тут в прямом положении вышла сабда вышла это открытые дороги цели хорошие вести звук знания и звук усложнения то есть слышим разговариваем хорошо и строим любовь и судьбу и не гневаемся да нету маньяков и садистов сабду хорошо тут показала что скажем так этот сектор закрыт у человека гармония здесь гармония здесь то есть гармония на востоке и гармония на его западе дальше мы открываем следующий лепесток у нас это у нас сам по себе запад что у нас на западе на западе божества которые отвечают за гармонизацию на энергетическом уровне человеке это он мата бхайравы и варахи о чем они говорят да они говорят о трюках сознания об удержимость через страсть говорят о мудростью о мудрости за пределами ума могут управлять божественностью творческими вдохновениями умопомрачение эйфории экстаз то бишь вот все что касается искусство да где скажем так психи они такие творческие люди безумие искусство наваждение обман но и также тут афера до много художников там музыкантов я опьянение оргазма и наркотические влияния музыканты да там наркотики принимает сексодержимость и к себе музыканты извечные известные личности привлекают до одержимых людей там кого ну кого-то убивает же до из из известных тем что противники становятся одержимыми и там или сильно хотят владеть прям ну кумиром поэтому убивают но и президента на какая-то одержимость у человека появляется все надо убить они там идут убивают поэтому здесь вот так бывает в положительном ключе в прямом ключе у нас тут вышло в прямом сейчас для примера идет обольщение идет освобождение от одержимости идет освобождение страсти ну скажем так перестают закипать и приходит в гармонизацию в прямом положении нету созависимых и отношений и зависимости от интоксикантов да это от наркотиков там от алкоголя и так далее естественно в упрокинутом положении было бы тут понятно что приходит оргазм опьянения и наркотическая или алкогольная зависимость или же созависимостью от человека есть человек в чем-то зависим то он ищет эту зависимость тут вот показывает этот сектор но привязку этой зависимости здесь цвет золотой бог ворона управляет мата бхайровые барахи в прямом положении здесь хороший секс хороший экстаз я бы даже сказала тут они больше говорят о ритуальном сексе силу божественной любви потому что идет все таки такой акт слияния души если он является ритуальным тут сила божественной любви и выхода за пределы сознания все что короче хорошо для человека естественно прямом положении карта она защищает от алкоголизма и наркотической одержимости защищает также этот сектор эти боги защищает от лжецов аферистов от мошенников дают поэтическое вдохновение в отрицательном положении конечно эти духи могут свести человека с ума не только посадить на иглу но и испоить и свести с мату даже сводит с ума эти духи тут что может быть шаманский транс может полечить этот момент и что может быть сумасшествие обман супругов давайте посмотрим о чем тут у нас по рушу вышла в прямом положении она вышла что тропы магии и обычный путь к достижению благоприятный то есть путь к достижению успеха через творчество может тут тут надо просто поблагодарить мотоп хайровые варахи что они открывают такие пути дороги что касается давайте посмотрим северо-западного фронта северо-западный фронт это кого хайрова я индри о чем говорит это все этот сектор о чем говорят эти божества и какими духами они управляют это переходы превращения путешествия это какие такие пути тропы может быть преступный мир спутник бог ваю ветер он освобождает атаков тут идет достижение счастья через мистицизм в положительном аспекте когда в прямом карта тут ложится тут идет удачный путь хороший перевозка грузов это значит все дороги открыты куда надо дороги удачные перевозка удачные и преодоление на пути кармических ограничений тут удачные тут защита от всех видов криминала потому что здесь такие духи криминальные отрицательном положении здесь все-таки идет преступность свершение власти свержение авторитетов тут конечно ничего хорошего поддержку узников тюрем заключенных но они в общем-то покровительствует да если в отрицательном аспекте в негативе то конечно узников сажают заключают и так далее если этим божеством молиться и просить то они в принципе помогут узникам заключенным оборвать до этим привязки с зависимости защитить поддержать удачный путь открыть то есть открыть до выход из тюрьмы и так далее но для тех кто сидит путешественником покровительствует но это все через дань через мистицизм покровительствует мистиком покровительствует эзотериком и бродягам можно посмотреть да стоит ли отправляться в путь просто вот но разложить расклад посмотреть отправляться ли в путь тут открыта дорога на этот путь именно по северо-западному на сектору или нет или менять место жительства будет ли успех до покровительствует профессии ли профессии водители летчика моряка курьера в общем тем у кого дороги открыты ну и профессиональному преступному миру назовем это так тем людям которые на дело выходит на путь выходит они идут на опасный путь не буду углубляться даже про негатив не буду рассказывать в этом плане чтобы скажем так нечестные люди не молились и не просили как не надо и что не надо давайте теперь посмотрим на северный лепесток северный лепесток у нас это хишана бхарава и чему да мы шива шакти не посмотрели шива шакти она кстати говоря не бывает прокинуты это мать-отец и гармония семья так что тут капала бхайрава на северо-западном лепестке саиндри благоприятствует человеку что у нас идет по северному региону дурга дурга это дает сама по себе дурга это сильная божественная личность она говорит о силе и сама по себе говорит о гениальности о богатстве о власти здесь можно помогать смело родным или тебе потом воздастся и вернется укрепление семейных ус брать и давать займы так вот на северном лепестке значит по гармонизации все хорошо у нас духами которые могут проникнуть с этой стороны управляет хишана бхайрава и чему да за что они отвечают какими духами управляет ужасом террора и отвага и и бесстрашие могут освободить от кошмара цвета не зеленые сопровождает бог кубера богатый и он помогает победить страхи и в принципе отрицательном варианте здесь идет травля могут натравить врагов положительным конечно же все враги оторвутся и сами будут бояться это что называется от предложения итальянской мафии трудно отказаться через этот сектор идет контроль над людьми потому что понятно что покровительство террору шантажу в положительном плане если попросить у пхишана бхайравы чем он до помощи то они могут убрать какой-то террор как избавить от вымогателей от рэкета от политического давления от паранойи от шантажа тут может в отрицательном видите убийство через испуг кошмары паранойя тут прямо генетические холопы по этому сектору идут да то есть такие психологические рабы привыкшие жить с аниме теми же установками родителей и здесь идет управление духами умерших предков тут предки если были гневные депрессивные люди они не переродились они могут стоять вот на этом секторе и тут прямо у нас удачно семейное укрепление вышло такое через долгу мы через гениальность через помощь через родственников так вот если были гневные депрессивные люди не переродились они будут в роду стоят вот здесь не могут донимать чтобы они не донимали и дороги открывались гармонизация была тут в идеальном виде должны быть все карты в прямом положении тогда у человека прям прет вообще со всех сторон и никто не беспокоит его ни кармически не астрально нет никаких воздействий для где бы мы были дороги бы закрыты покровительствует хишанабхайраба и чимунда профессиям психологов психиатров художников режиссеров сценаристов особенно сценаристов всяких ужасов и разбойников потому что ну здесь такой террор да у нас есть как альфред хичкок немножечко так с психоделическим подтекстом вот это у нас были хишанабхайраба и чимунда давайте сейчас посмотрим северо-восток за северо-восток идет сам харабхайраба и йогишвари о чем они говорят они управляют забвением инвалидностью разрушением смертью покровители кладбищ и крематорий в прямом положении когда тут карта благоприятным наставничество дает божественная энергия и здесь хорошего уничтожения негативной кармы защита от поломок и мистико магических влияний здесь хороший момент что мистику тоже покровительствует помогают освобождаться до от нехорошей кармы магическое знание освобождения от сансары и хорошее воплощение усопшим дают защиту от травм от инвалидности врагов разрушает бизнес помогает семейным отношениям помогают поменять все в духовную снять все по духовную спесь то кстати говоря божество я бы сказала же злой женской природы самхарабхайраба йогишвари помогает тантрику магу сопутствует этому всему как раз богиня дурка победить богини силы и победы могут в отрицательном положении говорить есть ли угроза жизни и здоровью и кому это выгодно тут есть моменты да такие угрозы на смерть покровительствует работникам кладбищ крематориев киллером похоронным агентством и кто занимается гробами пинками и так далее сектор про смерть сектор говорит о том что опасно опасно опасные влияния могут быть а кстати говоря мой про центр на не сказали за центр у нас отвечает колобхайраба и редхикали это отец и мать они поддерживают богатство 7 семейности там деньги и так далее в прямом положении конечно же все хорошо в опрокинутом положении есть иллюзия ума помрачения и тут так как у нас духовный центр да я говорила духовной жизни тут нирвана сансара благоприятная магия то здесь профессии связанные со спиритуальностью они им покровительствует так вот сейчас я вам для чего это все рассказала вот энергизация энергетическое поле и вот гармония скажем тогда и на другом уровне человек что вокруг него находится мы как бы другое измерение заглянули и увидели человека утрированно фотографии нету показывают для примера напоминаю что мы смотрим смотрим что опрокинуто здесь здесь не так энергии течет ну и здесь и смотрим да я уже сама смотрю по анализу кому делать ритуал чтобы закрыть вот эти дыры откуда пришел негатив и гармонизировать человека на другом уровне я делаю ритуалы и помогаю принципе вот так проводится диагностика естественно запись на диагностику ссылки все в описании канала указаны поэтому вы теперь понимаете да о чем речь куда и как куда смотреть как я диагностирую как я делаю и как вам это может помочь это диагностика и естественно я уже делаю там свои ритуалы вот этим вот божествам которые отвечают за тех духов сущности которые начинают нападать полу божества ну или прямо можно и до самого шива дайте теперь пожалуй надо выйти из мандала поблагодарить божеств за урок за то что нам все показали рассказали и нам теперь надо выйти из мантры из мандалы батука у бракумари бьянам а он гонопатия сетхиридхи бьянам а он 2 рапа лепьянам а варапа лепьянам а варапа лепьянам а варапа лепьянам а все давайте поблагодарим божеств спасибо вам благодарю вас он гониша и нам а он гониша и нам а гониша и нам а приходите ко мне на диагностику узнаете где вам какие-то какие воздействия на вас есть что вам мешает в личной жизни развиваться и я вам с удовольствием помогу жду вас на консультации все ссылки указаны в описании желаю вам удачного дня пока пока